Приветствую всех телезрителей в программе Жизнь сегодня, спортивная студия. Сегодня мы будем говорить о таком виде спорта, как гандбол, потому что латвийский гандбол стоит на пороге исторического события. Всего лишь два матча отделяют нашу национальную сборную от попадания в финальный турнир чемпионата мира. Вот почему сегодня у нас в гостях человек, который представляет латвийский гандбол, генеральный секретарь Латвийской Федерации Гандбола Андрейс Брэнсонс. Добрый вечер. Добрый вечер. Рад тебя видеть в нашей студии. Действительно, я не верю своим глазам и ушам, когда осознаю, что действительно совсем немного, совсем чуть-чуть в латвийской команде не хватает до того самого исторического момента, когда мы окажемся в элите мирового гандбола. Два матча с белорусами, раунд плей-офф июнь этого года. И каковы шансы, на твой взгляд, латвийского гандбола все-таки заявить о себе уже на весь мир? Я думаю, шансы довольно большие. Не зря мы уже попали в этот раунд розыгрыша, чтобы попасть на чемпионат мира. То есть, раз мы удачно сыграли в группу, не проиграв ни одну игру, это значит, что мы в хорошей форме. Наш путь только на финал. Да, я хочу пожелать, конечно, победы нашим гандболистам, потому что в нашей группе выступали довольно-таки сильные команды. Украина, Греция, Кипр. Ни одного поражения. Но впереди Белоруссия. Я знаю, что главный тренер белорусов сказал, что в Латвии очень радуется тому, что сборная Белоруссии стала соперником нашей команды. Насколько я понимаю, это был один из самых лучших вариантов при жеребьевке сборной Белоруссии, соперник, с которым нам по силам бодаться. Ну, наверное, если возвратиться обратно к тому дню, когда была жеребьевка, наверное, все желали, чтобы из одной группы попалась команда Латвии, а в свою очередь другие, все желали, чтобы попалась команда Белоруссии. Но, в конце концов, мы попали друг к другу, и мы обе стороны счастливы. Совсем вспоминаем сразу недавний матч на Кубке Рижской Думы, когда наши уступили, уступили в упорной борьбе. 26-28, по-моему, результат этого матча был. Да, минус 2 гола проиграли. Но ребята были очень разочарованы, поскольку фактически мы должны были этот матч выиграть. Все шло к этому. И немножко опыта не хватило в этой игре, и спешка какая-то, и неудачные пассы. И в конце опыт Белоруса взял верх над нашей командой. В июне первый матч состоится в Минске, насколько я понимаю. Это для нас хорошо или плохо, что первый матч мы проводим на выезде? Да, первый матч в Минске. Для нас это хорошо. То есть, хорошо с тех понятий, что мы можем подготовиться к первой игре. Скорее всего, наша команда более незнакома белорусам, чем белорусская команда наша. Но, несмотря на это, у них тоже будут все записи наших игр, поскольку они доступны, и все можно анализировать. Но все-таки я считаю, что для нас этот вариант более удачный, чем было бы по-другому. В связи с предстоящей дуэлью с командой Белоруссии, у меня есть два вопроса, очень важных, я считаю, если мы говорим о раунде плей-офф. Во-первых, все ли сильнейшие латвийские гандболисты к этому моменту будут в команде Угиса Викштремса? Игроки, которые выступают в Германии, в Австрии, в Норвегии, в других странах. Все ли будут в составе нашей сборной? Ну, вы уже начали тем, что есть возможность зайти в историю, с этим составом. И кто не хочет быть частью истории? Любой, в том числе и я, и команда. И все игроки обещают быть в хорошей форме, подготовиться. Я знаю, что уже индивидуально не готовятся, и обещание есть, что все будут готовы к этим играм. То есть будет и Юрч, и Клешник, и Криштапанс, разумеется. Ну, разумеется, да. Эверс Клешник не играл ни одну игру в этой сборочной цикле. Но есть обещание, что он будет готов и выстрелить за сборной. И второй вопрос, который касается предстоящей дуэли с белорусами. Почему все-таки ответ на игра будет проходить не в Риге, не на площадке Арена Рига, а в Ванре, насколько я понимаю? Неужели вы думаете, нельзя собрать 3-4 тысячи болельщиков на такую встречу? Я думаю, ну, все придут. Мы лично хотели бы тоже поддержать наших гонболистов, и тоже бы пришли на эту встречу. Ну, знаете, вполне возможно, что могли бы делать, поскольку игры будут в июне. Но мы все-таки приняли решение играть в Валмире, поскольку Валмир и нам предложил продолжить наш успешный цикл путя к финалу Франции через Валмиру. Да, и нам там создаются очень хорошие обстоятельства для подготовки и для игр как раз. И это для нас финансово выгодно, поскольку это не наша инвестиция, это инвестиции города Валмира. И для нашей федерации, которая не самая уж богатая, скажем так, это очень важно. Эти несколько, скажем так, тысяч евро, которые очень поддержат нашу команду к подготовке. Вот мы с Владимиром уже в преддверии этого эфира говорили о популярности гонбола. Володя рассказал, что в свое время он был очень популярным. Я чуть младше, и я скажу, это не самый популярный вид спорта, незаслуженно непопулярный, скажем так. Вот и после того, если вдруг наши выиграют у Беларуси и попадут на финальную часть чемпионата мира, как вы думаете, это будет большой шаг навстречу популяризации гонбола? Ну, первое, что могу сказать, это будет шаг в историю гонбола, безусловно. Это скоро будет 60 лет латвийскому гонболу, это как бы уже шаг сделан, скажем так. Мы можем ее делать побольше. Насчет того интереса гонбола и развития гонбола в Латвии, это может дать небольшой, скажем так, скачок. Но ни в коем образе это не даст такой скачок, чтобы мы сейчас поняли, что везде будут играть гонбол. Поскольку есть некоторые условия, которые должны быть сделаны как домашняя работа, не только как федерации, но и системы спорта в стране, которая не дает такие большие шансы в местах, где такого спорта нет, ему развиваться. Но мы работаем в этом направлении. Первое, что мы делаем, у нас есть программа по мини-гонболу для учеников первой-четвертой классы. Уже третий год такая программа идет. Мини-гонбол это как раз вот этот мячик, который мне дали. Да, это мини-гонбол. Он как раз подходит для маленькой руки. Но если была бы мазь, то можно взять и классический мячик. Знаете, насчет мази мы немножко возвратимся, но обратно к мини-гонболу. Есть третий год эта программа. Как раз это не вводит к тому, чтобы дети начали профессионально заниматься гонболом. Там есть экипировка, которая, как вы видите, это софтбол, то есть нетравматичный. Там есть ворота, которые переносятся в сумки. Они надувные. Их за две минуты можно надуть. То есть мы когда-то играли пинг-понг в школе между классами. Сейчас можно играть мини-гонбол. Кстати, я замечу, что на днях моя дочка, младшая, которая учится в третьем классе, пришла и говорит, на следующем уроке физкультуры нас собирают и будут тренировать гонболу. Я очень удивился. То есть в школах получается... Гонбол в школьной программе уже есть? В школьной программе появляется. Есть, но это может не во всех школах, но в многих школах сейчас мини-гонбол развиваем. То есть как дополнительно баскетболу, волейболу, футболу и любому виду спорта, чтобы дети играли и уже потом выбирали, которые им больше нравятся. В каком возрасте приходят в гонбол? В каком рекомендуется приходить в гонбол, чтобы достичь результата? Знаете, это, наверное, если мы спросим у норвежцев, они скажут, что это происходит во время детского сада. Возьмем сборную Латвии. Юрч начал играть в гонбол в Скифе. Это уже было студентом. Да, то есть тут есть очень много факторов, которые влияют. Но сегодня методика, которая показывает, когда самый лучший возраст, это 9-10 лет, когда уже основательно выбирают вид спорта не дети, а родители. Родители все-таки. У меня в руках мячик для женского гонбола. Я хочу спросить, мы все говорим о мужском гонболе, мужских сборных. Куда подевалась наша женская команда? Почему о ней ничего не слышно? Если вы зайдете на наш сайт www.handball.lv, вы там найдете информацию, что сейчас наша женская сборная, которая сейчас базируется на девочек, которые родились в 98-м году, готовится к челлендж-трофе. Это турнир, в котором они будут участвовать уже четвертый раз. Да, то есть это команды, которые не пропали, но где не хватает финансирования, чтобы они играли на высшем уровне. То есть они готовятся. В прошлом году эта команда участвовала и в чемпионате Латвии как отдельная команда, то есть подготовительный цикл проходил. То есть нельзя сказать, что женский гонбол пропал. Он существует, продолжает играть. Он существует, к сожалению, не на таком уж высоком уровне, как мне хотелось бы, но что поделаешь. Еще один вопрос. Я знаю, что все-таки в латвийском гонболе тоже присутствует нехватка средств. Это сказывается на уровне чемпионата Латвии. Все-таки уровень упал по сравнению с чемпионатом 90-е годы. Еще один болезненный вопрос. В Еврокубках наши команды практически уже не помнят, когда в последний раз участвовали. Получается прямая зависимость от финансирования команд. Нет денег, мы нигде не играем, так? Ну да, прямая связанность. И раз нет денег и нет возможности такой профессиональной подготовки, наши команды, которые участвуют в чемпионате Латвии, у нас есть высшая лига и первая лига, не профессионалы. То есть тренировки проводятся после работ. Игры после работы и выходные дни. Спасибо, что командам есть силы и хватает средства, чтобы выступить в турнире Балтийской лиги. И уже хорошо, что так. Уже и молодцы. И три команды. Добелы, Уогре и Целтекс. Чем богаты, тем рады. Пляжный гонбол тоже набирает популярность. Я знаю, что летом на пляжах Юрмала очень много команд. Я сам видел не раз. Это, я понимаю, политика Федерации гонбола все-таки развивать все направления одновременно, чтобы как можно больше людей были задействованы в этом виде спорта. Самый основной шаг, я бы сказал, в том, чтобы люди увидели, какой разный может быть гонбол. И это не только гонбол 6х6 в зале, это бич-гонбол, это стрит-хендбол, который мы играли, мини-гонбол. То есть очень разные виды гонболов, которые уже развиваются, и они уже имеют свое место на карте спорта в Латвии. Бич-гонбол, конечно, это в пляже, да, и в Лудзе, да, там они каждый год проводят турнир, который приурочен к юбилею города. Стрит-гонбол, это во время гетто-геймс играет наши ребята. Но правила там похожи, как в классическом гонболе? Почти, ворота есть ворота. Мяч есть мяч. Мяч есть мяч. То же самое видение. Таким мячом, какой у вас, трудно будет вести, да, это значит, что видения нет. То есть передача пасов только, да, и там нету настолько, запрещено настолько агрессивно играть в защите, как мы привыкли видеть в гонболе. Бич-гонбол, он отличается тем, что играется два тайма, как в волейболе отдельные, как бы, сеты, да, и результаты считаются в каждом сфере отдельно. И потом, если 1-1, тогда что-то похожее на хоккей, буллит, выход 1-1. Но это зрелищно. Зрелищно, и там есть возможность за один бросок получить два очка за зрелищный гол, да, то есть с пасом в воздух. В этом году опять будет третий чемпионат Латвии по бич-гонболу. Еще ветеранский гонбол, Анрис, когда ты сам последний раз выходил на площадку, признайся, давно я тебя не видел. Да, это, наверное, было, когда мой бывший партнер команды, Олдис Лейшенвальдс, отмечал 50-летие. И тогда была дружественная игра с его партнерами, бывшими из Германии, и нашими, которыми играет Целтнекс. Я только что вспомнил, да, это была последняя игра. Но это было, наверное, где-то лет 10 обратно. Не рискуешь больше, да? Моя страховка мне не позволяет играть в гонбол. Травмоопасный же вид спорта, вы сказали, в защите. Вот смотришь трансляции, играют ребята там очень жестко. Очень жестко, но очень интеллигентно. Да, это очень правильное определение, мне кажется. Естественно, да. У меня тоже есть воспоминания о гонболе. Мое воспоминание печальное. Когда я учился в спортивной академии, турнир между курсами организовывали. Преподаватель Реннер Слитцов у нас был. И мы пропустили гол середины поля. Это было на первой секунде матча. Вот такое. Криво печальное. Бывает и такое. В любом виде спорта. И в хоккее, и в футболе, и в гонболе так же.